Корней Чуковский. Стихи для детей. Загадки для детей. Был белый дом, чудесный дом, И что-то застучало в нём, И он разбился, и оттуда живое выбежало чудо, Такое тёплое, такое пушистое и золотое. Отгадка. Яйцо и цыплёнок. Паровоз без колёс, вот так чудо паровоз, Не с ума ли он сошёл, прямо по морю пошёл? Отгадка. Пароход. Красные двери в пещере моей, Белые звери сидят у дверей, И мясо, и хлеб, всю добычу мою Я с радостью белым зверям отдаю. Отгадка. Губы и зубы. Была телега у меня, да только не было коня, И вдруг она заржала, заржала, побежала. Глядите, побежала, телега без коня. Отгадка. Грузовик. Лежит, лежит копеечка у нашего колодца. Хорошая копеечка, а в руки не даётся. Падите, приведите четырнадцать коней, Падите, позовите пятнадцать силачей, Пускай они попробуют копеечку поднять, Чтоб Машенька копеечкой могла бы поиграть. И кони прискакали, и силачи пришли, Но маленькой копеечке не подняли с земли. Не подняли, не подняли, и сдвинуть не смогли. Отгадка. Солнечный луч на земле. Два коня у меня, два коня, По воде они возят меня, А вода тверда, словно каменная. Отгадка. Коньки. Всюду-всюду мы вдвоём неразлучные идём, Мы гуляем по лугам, по зелёным берегам, Вниз по лестнице сбегаем, Вдоль по улице шагаем, Но чуть вечер на порог, Остаёмся мы без ног. А безногим вот беда, Не туда и не сюда. Что ж, полезем под кровать, Будем там тихонько спать, А когда вернутся ноги, Вновь поскачем по дороге. Отгадка. Детские ботинки. Ах, не трогайте меня, Обожгу и без огня. Отгадка. Крапива. Мудрец в нём видел мудреца, Глупец, глупца, Баран, барана, Овцу в нём видела овца, И обезьяну, обезьяна. Но вот подвели к нему Федю Баратова, И Федя неряху увидел лохматого. Отгадка. Зеркало. Лежу я у вас под ногами, Топчите меня сапогами, А завтра во двор унесите меня, И бейте меня, колотите меня, Чтоб дети могли поваляться на мне, Барахтаться и кувыркаться на мне. Отгадка. Ковёр. Растёт она вниз головою, Не летом растёт, а зимою, Но солнце её припечёт, Заплачет она и умрёт. Отгадка. Сосулька. Марьюшка, Марусенька, Машенька и Манечка Захотели сладкого, Сахарного пряничка. Бабушка по улице старенькая шла, Девочкам по денежке бабушка дала. Марьюшке копеечку, Марусеньке копеечку, Машеньке копеечку, Манечке копеечку. Вот такая добрая бабушка была. Марьюшка, Марусенька, Машенька и Манечка Побежали в лавочку И купили пряничка. И Кондрат задумался, Глядя из угла, Много ли копеечек бабушка дала? Отгадка. Бабушка дала только одну копеечку, Так как Марьюшка, Марусенька, Машенька и Манечка Одна и та же девочка. Хожу-брожу не по лесам, А по усам, по волосам, И зубы у меня длиннее, Чем у волков и медведей. Отгадка. Гребешок. На малину налетели, Поклевать ее хотели, Но увидели урода И скорее из огорода. А урод сидит на палке С бородою из мочалки. Отгадка. Птицы и огородный пугло. Если бы сос надоели, Бегать и прыгать умели, Они от меня без оглядки умчались бы И больше со мной никогда не встречались бы, Потому что, скажу вам не хвастая, Я стальная и злая, И очень зубастая. Отгадка. Пила. Я одноухая старуха, Я прыгаю по полотну, И нитку длинную из уха Как паутинку я тяну. Отгадка. Иголка. Маленькие домики По улице бегут, Мальчиков и девочек Домики везут. Отгадка. Автомашина. Много этого добра Возле нашего двора, А рукою не возьмешь И домой не принесешь. Маша по саду гуляла, Собирала, собирала, Поглядела в кузовок, Там и нет ничего. Отгадка. Туман. Шел Кондрат в Ленинград, А навстречу двенадцать ребят. У каждого по три лукошка, В каждом лукошке кошка, У каждой кошки двенадцать котят, У каждого котенка в зубах По четыре мышонка. И задумался старый Кондрат, Сколько мышат и котят Ребята несут в Ленинград. Отгадка. Глупый-глупый Кондрат, Он один и шагал в Ленинград, А ребята с лукошками, С мышами и кошками, Шли навстречу ему, В кострому. Возьмите меня, Умывайтесь, купайтесь, А что я такое, Скорее догадайтесь. И знайте, Большая была бы беда, Когда бы не я да вода. На грязной немытой шее У вас жили бы гадкие змеи, И ядовитыми жалами Кололи бы вас, как кинжалами, А в каждом невымытом ухе Засели бы злые лягухи, И если бы бедные плакали, Они бы смеялись и квакали. Вот, милые дети, Какая беда, Была бы, когда бы не я да вода. Берите меня, умывайтесь, Купайтесь, А что я такое, Скорее догадайтесь. Отгадка? Кусок мыла. Я беликан, Вон ту громадную Многопудовую плиту, Я словно плитку шоколадную Вмиг поднимаю в высоту. И если я могучи лапаю, Слона или верблюда сцапаю, Я их обоих буду рад Поднять, как маленьких котят. Отгадка? Подъемный кран. Я лаю со всякой собакой, Я вою со всякой совою, И каждую песню твою Я вместе с тобою пою. Когда же вдали пароход, Быком на реке заревет, Я тоже реву. У-у-у-у-у. Отгадка? Эхо. Две ноги на трех ногах, А четвертая в зубах. Вдруг четыре прибежали и с одною убежали. Подскочили две ноги, ухватили три ноги, закричали на весь дом, да тремя по четырем, но четыре завизжали и с одною убежали. Отгадка. Две ноги мальчик, три ноги табуретка, четыре ноги собака, а одна нога куриная. Вот иголки и булавки выползают из-под лавки, на меня не глядят, молока не хотят. Отгадка, еж. Вдруг из черной темноты в небе выросли кусты, а на них-то голубые, пунцовые, золотые, распускаются цветы небывалой красоты, и все улицы под ними тоже стали голубыми, пунцовыми и золотыми, разноцветными. Корней Чуковский. Закаляка. Дали Мурочке тетрадь, стала Мура рисовать. Это козочка рогатая, это елочка мохнатая, это дядя с бородой, это дом с трубой. Ну а это что такое? Непонятное, чудное, с десятью ногами, с десятью рогами. Это бяка-закаляка кусачая, я сама из головы ее выдумала. Что ж ты бросила тетрадь? Перестала рисовать. Я ее боюсь. Корней Чуковский. Катауси и Мауси. Жила-была мышка Мауси, и вдруг увидала Катауси. У Катауси злые глазуси, и злые-презлые зубауси. Подбежала Катауси к Мауси, и замахала хвостауси. Ах, Мауси, 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 подойди ко мне, милая Мауси, я спою тебе песенку Мауси, чудесную песенку Мауси. Но ответила умная Мауси, ты меня не обманешь, Катауси, вижу злые твои глазауси, и злые-презлые зубауси. Так ответила умная Мауси, и скорее бегом от Катауси. Корней Чуковский про елочку. Были бы у елочки ножки, побежала бы она по дорожке, заплясала бы она вместе с нами, застучала бы она каблучками, закружились бы на елочке игрушки, разноцветные фонарики-хлопушки, завертелись бы на елочке флаги из пунцовой и серебряной бумаги. Засмеялись бы на елочке матрешки и захлопали б от радости в ладошке, потому что у ворот постучался Новый Год, новый-новый молодой золотою бородой. Корней Чуковский ежики смеются. У канавки две козявки, продают ежам булавки, а ежи-то хохотать все не могут перестать. Эх, вы глупые козявки, нам не надобны булавки, мы булавками сами утыканы. Корней Чуковский доктор Лягушонок под тиною заболел скарлатиною. Прилетел к нему грач, говорит, я врач, полезай ко мне в рот, все сейчас же пройдет. Ам! И съел. Корней Чуковский головастики Помнишь, Мурочка, на даче в нашей лужице горячей головастики плесали, головастики плескались, головастики ныряли, баловались, кувыркались, а старая жаба, как баба, сидела на кочке, вязала чулочки и басом сказала спать. Ах, бабушка, милая бабушка, позволь нам еще поиграть. Корней Чуковский бутерброд Как у наших ворот, за горою, жил да был бутерброд с колбасою, захотелось ему прогуляться, на траве мураве поваляться, и сманил он с собой на прогулку краснощекую сдобную булку. Но чайные чашки в печали, стуча и бренча закричали, бутерброд, сумасброд, не ходи из ворот, а пойдешь, пропадешь, море в рот попадешь, море в рот, море в рот, море в рот попадешь. Корней Чуковский, Бебека Взял барашек, карандашик, взял и написал «Я Бебека, я Мимека, я Медведя» забодал. Испугались о зверюге, разбежались о в испуге, а лягушка у болотца заливается, смеется. Вот так молодцы! Корней Чуковский, чудо-дерево. Как у нашего Мирона на носу сидит ворона, а на дереве ерши строят гнезда из лапши. Сел баран на пароход и поехал в огород. В огороде-то на грядке вырастают шоколадки. Как у наших у ворот чудо-дерево растет, чудо-чудо, чудо-чудо расчудесное. Не листочки на нем, не цветочки на нем, а чулки да башмаки словно яблоки. Мама по саду пойдет, мама с дерева сорвет, туфельки-сапожки новые калушки. Папа по саду пойдет, папа с дерева сорвет, маши-гамаши, зинки-ботинки, нинки-чулки. А для Мурочки такие крохотные голубые вязаные башмачки и с помпончиками. Вот какое дерево, чудесное дерево! Эй, вы, ребятки, голые пятки, рваные сапожки, драные колошки. Кому нужны сапоги, к чуду-дереву беги! Лапти созрели, валенки поспели, что же вы зеваете, их не обрываете? Рвите их, убогие, рвите босоногие, не придется вам опять по морозу щеголять дырками-заплатками, голенькими пятками. Корней Чуковский, черепаха. До болота идти далеко, до болота идти нелегко. Вот камень лежит у дороги, присядем и вытянем ноги. И на камень лягушки кладут узелок, хорошо бы на камне прилечь на часок. Вдруг на ноги камень скачил и за ноги их ухватил. И они закричали от страха. Это че, это ре, это паха, это че-че-ре-папа, папаха! Федотка. Бедный Федотка, сиротка, плачет несчастный Федотка. Нет у него никого, кто пожалел бы его. Только мама, да дядя, да тетка, только папа, да дедушка с бабушкой. Корней Чуковский, Топтыгин и Лиса. Отчего ты плачешь, глупый ты медведь? Как же мне медведю не плакать, не реветь? Бедный я, несчастный сирота. Я на свет родился, без хвоста. Даже у кудлатых, у глупых собачат, за спиной веселые хвостики торчат. Даже озорные, драные коты кверху задирают рваные хвосты. Только я, несчастный сирота, по лесу гуляю, без хвоста. Доктор, добрый доктор, меня-то пожалей, хвостик поскорее, бедному пришей. Засмеялся добрый, доктор и болит. Глупому медведю доктор говорит. Ладно, ладно, родной, я готов. У меня сколько хочешь хвостов. Есть козлины, есть лошадины, есть ослины, длинные-длинные. Я тебе, сирота, услужу, хоть четыре хвоста привяжу. Начал Мишка хвосты примерять. Начал Мишка перед зеркалом гулять. То кошачий, то собачий прикладывает, да на лисоньку сбоку поглядывает. А лисица смеется. Уж очень ты прост, не такой тебе, Мишенька, надобен хвост. Ты возьми себе лучший павлиний. Золотой он, зеленый и синий. То-то, Миша, ты будешь хорош, если хвост у павлина возьмешь. А косолапый и рад, вот это наряд так наряд. Как пойду я павлином, по горам и долинам, так и ахнет звериный народ. Ну, что за красавец идет? А медведи, медведи в лесу, как увидят мою красу, заболеют бедняги от зависти. Ну, с улыбкой и глядит на медведя айболит. И куда тебе в павлины? Ты возьми себе козлины. Не желаю я хвостов от баранов и котов. Подавай ко мне павлиний золотой, зеленый, синий, чтобы я в полису гулял, красотою щеголял. И вот по горам, по долинам Мишка шагает павлином. И блестит у него за спиной золотой, золотой, расписной, синий, синий павлиний хвост. А лисица, а лисица и юлит, и суетится. Вокруг Мишеньки похаживает, ему перышки поглаживает. Да чего же ты хорош, так павлином и плывешь. Я тебя и не признала, за павлина принимала. Ах, какая красота у павлинего хвоста. Но тут по болоту охотники шли, и Мишенькин хвост увидали вдали. Глядите, откуда такое в болоте блестит золотое. Поскакали по кочкам в прикрыжку и увидели глупого Мишку. Перед лужей Мишка сидит, словно зеркало в лужу глядит. Все хвостом своим глупой любуется. Перед лисонькой глупой красуется и не видит, не слышит охотников, что бегут по болоту с собаками. Вот и взяли бедного голыми руками, взяли и связали кушаками. А лисица веселится забавляется. Лисица, ох, недолго ты гулял красотой щеголял. Вот уже тебе павлину мужики нагреют спину, чтобы не хвастался, чтобы не важничал. Подбежала хвать да хвать, стал и перья вырывать, и весь хвост у бедняги повыдергала. Корней улетим на луну, на луну, на луну. Два крыла, два крыла им ворона дала, два крыла от большого орла, а четыре крыла им сова принесла, воробьиных четыре крыла. Но не может взлететь косолапый медведь, он не может, не может взлететь, он стоит под луной на поляне лесной, косолапый и глупый медведь. И взбирается он на большую сосну и глядит вышину на луну, а с луны словно мед на поляну течет, золотой разливается мед. Ах, на милой луне будет весело мне и порхать, и резвиться, и петь. О, когда бы скорее до луны, до моей, до медовой луны долететь. То одной, то другой он лапой махнет, и вот-вот улетит вышину, то одним, то другим он крылом шевельнет, и глядит, и глядит на луну. А внизу под сосной на поляне лесной, ощетинившись, волки сидят. Эх, ты, мишка шальной, не гонись за луной, воротись косолапой назад. Корней Чуковский телефон. У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Слон. Откуда? От верблюда. Что вам надо? Шоколада. Для кого? Для сына моего. А много ли прислать? Да пудов это к пять или шесть, больше ему не съесть, он у меня еще маленький. А потом позвонил крокодил и со слезами просил. Мой милый, хороший, пришли мне калоши, и мне, и жене, и татоше. Постой, не тебе ли на прошлой неделе я выслал две пары отличных калош? Ах, те, что ты выслал на прошлой неделе, мы давно уже съели, и ждем, не дождемся, когда же ты снова пришлешь к нашему ужину дюжину новых нельзя ли прислать перчатки? А потом позвонили мартышки, пришлите, пожалуйста, книжки. А потом позвонил медведь, да как начал, как начал реветь. Погодите, медведь, не ревите, объясните, чего вы хотите, а он только му, да му, а к чему, почему, не пойму. Повесьте, пожалуйста, трубку. А потом позвонили цапли, пришлите, пожалуйста, капли, мы лягушками нынче объелись, и у нас животы разболелись. А потом позвонила свинья, пришлите ко мне соловья, а мы сегодня вдвоем с соловьем чудесную песню споем. Нет, нет, соловей не поет для свиней, позови-ка ты лучше ворону. И снова медведь, о, спасите моржа, вчера проглотил он морского ежа, и такая дребедень целый день, динь-ди-лень, 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 то тюлень позвонит, то олень. А недавно две газели позвонили и запели. Неужели в самом деле все сгорели карусели? Ах, умели вы, газели, не сгорели карусели, и качели уцелели, вы б, газели, не галдели, а на будущей неделе прискакали бы и сели на качели карусели. Но не слушали газели и по-прежнему галдели. Неужели в самом деле все качели погорели? Что за глупые газели? А вчера поутру кенгуру. Не это ли квартира мой додыра? Я рассердился, да как заору. Нет, это чужая квартира. А где мой додыр? Не могу вам сказать. Позвоните по номеру 125. Я три ночи не спал, я устал, мне бы заснуть, отдохнуть, но только я лег, звонок. Кто говорит носорог? Что такое? Беда, беда, бегите скорее сюда. В чем дело? Спасите. Кого? Бегемота. Наш бегемот провалился в болото. Провалился в болото? Да, и не туда, не сюда. О, если вы не придете, он утонет, утонет в болоте. Умрет, пропадет бегемот. Ладно, бегу, бегу, если могу, помогу. Ох, нелегкая эта работа, из болота тащить бегемота. Корней Чуковский, тараканище. Часть первая. Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот задом наперед, а за ним комарики на воздушном шарике, а за ними раки на хромой собаке, волки на кобыле, львы в автомобиле, зайчики в трамвайчике, жаба на метле, едут и смеются, пряники жуют. Вдруг из подворотни страшный великан, рыжий и усатый таракан, 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 тараканище, он рычит и кричит и усами шевелит, погодите, не спешите, я вас мегом проглочу, проглочу, проглочу непомилую. Звери задрожали, в обморок купали, волки от испуга скушали друг друга, бедный крокодил жабу проглотил, а слониха вся дрожа так и села на ежа. Только раки забияки не боятся бою драки, хоть и пятятся назад, но усами шевелят и кричат великану усатому. Не кричи, не рычи, мы и сами усачи, можем мы и сами шевелить усами, и назад еще дальше попятились. И сказал гиппопотам крокодилам и китам, кто злодея не боится и с чудовищем сразится, я тому богатырю двух лягушек подарю и еловую шишку пожалую. Не боимся моего великана твоего, мы зубами, мы клыками, мы копытами его, и веселую гурьбой звери кинулись в бой. Но увидев усача, ай-яй-яй, звери дали стреккача, ай-яй-яй, по лесам, по полям разбежались, тараканьих усов испугались, и вскричал гиппопотам, что за стыд, что за срам, эй, быки и носороги, выходите из берлоги, и врага на рога поднимите-ка. Но быки и носороги отвечают из берлоги, мы врага бы на рога бы, только шкура дорогая, и рога нынче тоже недешевые, и сидят и дрожат под кусточками, за болотными прячутся кочками, крокодилы в крапиву забились, и в канаве слоны схоронились, только и слышно, как зубы стучат, только и видно, как уши дрожат, а лихие обезьяны подхватили чемоданы, и скорее со всех ног наутек, и акулу вильнуло, только хвостиком махнуло, а за нею каракатится, так и пятится, так и катится. Часть вторая Вот и стал таракан победителем, и лесов, и полей повелителем, покорились и звери усатому, чтобы ему провалиться проклятому, а он между ними похаживает, золоченое брюхо поглаживает, принесите ко мне звери ваших детушек, и я сегодня их за ужином скушаю. Бедные, бедные звери, воют, рыдают, ревут, в каждой берлоге и в каждой пещере злово обжору клянут, да и какая же мать согласится отдать своего дорогого ребенка, медвежонка, волчонка, слоненка, чтобы несытые чучело бедную крошку замучила. Плачут они, убиваются, с малышами навеки прощаются. Но однажды поутру прискакала кенгуру, увидала усача, закричала сгоряча, разве это великан? Ха-ха-ха, это просто таракан, ха-ха-ха, таракан, таракан, таракашечка, жидконогая козявочка-букашечка, и не стыдно вам, не обидно вам? Вы зубастые, вы клыкастые, а малявочки поклонились, а козявочки покорились. Испугались бегемоты, зашептали, что ты, что ты, уходи-ка ты отсюда, как бы не было нам худо. Только вдруг из-за кусточка, из-за синего лесочка, из далеких из полей прилетает воробей. Прыг-да-прыг, да чик-чирик, чики-рики-чик-чирик, взял и клюнул таракана. Вот и нету великана, по делам великану досталось, и усов от него не осталось. То-то рада, то-то рада вся звериная семья, прославляют, поздравляют удалого воробья. Ослы ему славу по нотам поют, козлы бородою дорогу метут, бараны, бараны стучат в барабаны, сычи, трубачи трубят, грачи, скаланчи кричат, летучие мыши на крыше платочками машут и пляшут, а слониха щеголиха так отплясывает лихо, что румяная луна в небе задрожала, и на бедного слона кубрем упала. Вот была потом забота за луной нырять в болото и гвоздями к небесам приколачивать. Корней Чуковский слониха читает. У слона была жена Матрена Ивановна, и задумалась она книжку почитать, но читала бормотала, лопотала, лопотала, таталата, маталата, ничего не разобрать. Корней Чуковский свинки Как на пишущей машинке две хорошенькие свинки туки-туки-туки-тук, туки-туки-туки-тук, и постукивают, и похрюкивают. Хрюки-хрюки-хрюки-хрюк, хрюки-хрюки-хрюк, Корней Чуковский Радость Рады-рады-рады светлые березы, и на них от радости вырастают розы. Рады-рады-рады темные осины, и на них от радости растут апельсины. То не дождь пошел из облака и не град, То посыпался из облака виноград. И вороны над полями вдруг запели соловьями, и ручьи из-под земли сладким медом потекли. Куры стали павами, лысые, кудрявыми, даже мельница и та заплясала у моста. Так бегите же за мною на зеленые луга, где над синюю рекою встала радуга-дуга. Мы на радугу вскарабкаемся, поиграем в облаках и оттуда вниз по радуге на салазках, на коньках. Корней Чуковский. Путаница. Замяукали котята. Надоело нам мяукать. Мы хотим, как поросята, хрюкать. А за ними утята. Не желаем больше крякать. Мы хотим, как лягушата, квакать. Свинки замяукали. Мяу, мяу. Кошечки захрюкали. Хрю, хрю, хрю. Уточки заквакали. Ква, ква, ква. Курочки закрякали. Кря, кря, кря. Воробушек прискакал и коровой замычал. Му-у-у. Прибежал медведь. И давай реветь. Ку-ка-реку-у. И ку-кушку на суку. Не хочу кричать ку-ку. Я собакою залаю. Гав-гав-гав. Только зайка был пайнка. Не мяукал и не хрюкал. Под капусту лежал, по зайчьи лопотал. И зверюшек неразумных уговаривал. Кому велено чирикать, не мурлыкайте. Кому велено мурлыкать, не чирикайте. Не бывать вороне коровою. Не летать лягушатам под облаком. Но веселые зверята, поросята, медвежата. Пуще прежнего шалят. Зайца слушать не хотят. Рыбы по полю гуляют. Жабы по небу летают. Мыши кошку изловили. В мышеловку посадили. А лисички взяли спички. К морю синему пошли. Море синее зажгли. Море пламенем горит. Выбежал из моря кит. Эй, пожарные, бегите. Помогите, помогите. Долго-долго крокодил. Море синее тушил. Пирогами и блинами. И сушеными грибами. Прибегали два курчонка. Поливали из бочонка. Приплывали два ерша. Поливали из ковша. Прибегали лягушата. Поливали из ушата. Тушат, тушат, не потушат. Заливают, не зальют. Тут бабочка прилетала. Крылышко им помахало. Стало море потухать. И потухло. Вот обрадовались звери. Засмеялись и запели. Ушками захлопали. Ножками затопали. Гуси начали опять по гусиному кричать. Га-га-га. Кошки замурлыкали. Мур-мур-мур. Птицы зачирикали. Чик-чирик. Лошади заржали. И-и-и-и-и. Мухи зажужжали. Ж-ж-ж-ж. Лягушата квакают. Ква-ква-ква. А утята крякают. Кря-кря-кря. Поросята хрюкают. Хрю-хрю-хрю. Мурочку баюкают, милую мою. Баюшки баю. Баюшки баю. Корней Чуковский поросенок. Полосатые котята ползают, пищат. Любит, любит наша тата маленьких котят. Но всего милее татеньки не котенок полосатенький, не утенок, не цыпленок, а курносый поросенок. Корней Чуковский. Обжора. Была у меня сестра. Сидела она у костра. И большого поймала в костре осетра. Но был осетер-хитер. И снова нырнул в костер. И осталась она голодна. Без обеда осталась она. Три дня ничего не ела. Ни крошки во рту не имела. Только и съела бедняга. Что пятьдесят поросят, до полсотни гусят, до десяток цыпляток, до утяток десяток, до кусок пирога, чуть побольше того стога, до двадцать бочонков соленых опенков, до четыре горшка молока, до тридцать вязанок баранок, до сорок четыре блина. И с голоду так исхудала она, что не войти ей теперь в эту дверь. А если в какую войдет, так уж ни взад, ни вперед. Корней Чуковский. Муха в бане. Муха в баню прилетела. Попариться захотела. Таракан дрова рубил. Мухи баню затопил. А мохнатая пчела ей мочалку принесла. Муха мылась, муха мылась, муха парилась, да свалилась, покатилась и ударилась. Ребро вывихнуло, плечо вывернуло. Эй, мураша, муравей, позови колекарей. Кузнечики приходили, муху каплями поили. Стала муха как была, хороша и весела. И помчалась опять вдоль по улице летать. Курица. Курица красавица у меня жила. Ах, какая умная курица была. Шила мне кафтаны, шила сапоги. Сладкие, румяные пекла мне пироги. А когда управится, сядет у ворот, Сказочку расскажет, песенку споет. Корней Чуковский. Робин-Бобин-Барабек. Робин-Бобин-Барабек. Скушал сорок человек. И корову, и быка, и кривого мясника, И телегу, и дугу, и метлу, и кочергу. Скушал церковь, скушал дом, И кузницу с кузнецом. А потом и говорит, у меня живот болит. Корней Чуковский. Что сделала Мура, когда ей? Мура туфельку снимала, А в огороде закопала. Расти туфелька моя, Расти маленькая. Уж как туфельку мою, Я водичку полью. И вырастет дерево, Чудесное дерево. Будут, будут босоножки К чуду дереву скакать. И румяные сапожки С чудо дерева срывать, Приговаривать. Ай да, Мурочка, Ай да, умница. Храбрецы. Наш-то портные, храбрые какие. Не боимся мы зверей, Ни волков, ни медведей. А как вышли за калитку, Да увидели улитку, Испугались, разбежались. Вот они какие, Храбрые портные. Корней Чуковский, Скрюченная песня. Жил на свете человек Скрюченные ножки, И гулял он целый век По скрюченной дорожке, А за скрюченной рекой В скрюченном домишке Жили летом и зимой Скрюченные мышки. И стояли у ворот Скрюченные елки, Там гуляли без завод Скрюченные волки. И была у них одна Скрюченная кошка, И мяукла она сидя у окошка. А за скрюченным мостом Скрюченная баба По болоту босиком Прыгала, как жаба. И была в руке у ней Скрюченная палка, И летела вслед за ней Скрюченная галка, Галка, Галка,